Пытаюсь я проходить Евангелие настолько быстро, насколько возможно, чтобы сконцентрироваться на главных моментах. Пятнадцатая глава начинается с того, что там жалуются фарисеи, книжники, ропщут. И они жалуются, что он общается с грешниками. Он их приветствует, кушает с ними. И тут говорится вообще о любви Божией к тому грешнику, который кается. И Бог дает им три притча. В принципе, такая идея, эти идеи не странны в еврейском контексте. Идея того, чтобы использовать иллюстрации, чтобы нанести какой-то смысл. И кроме того, это очень эффективно. И у Бога открыто сердце грешникам, но тем, которые каются. И хочу также сейчас сконцентрироваться на притче о блудном сыне. Начиная с одиннадцатого стиха. У моего человека было два сына. И она такая хорошая история, известная, что нам не надо ее читать. Притча о том, как сын забирает всю часть наследства, тратит его и возвращается домой с покаянием. Эта история очень известна даже для обычных людей. Которые никакого отношения не имеют к религии. И многие даже уделяются, что эта история из Библии взята. Некоторые говорят, что это только любовь Отца. Означает любовь, что Он настолько любящий, настолько всехватывающий, что Он с радостью принимает всякого отвращающегося от греха. И, конечно же, в этой притче прослеживается та же тема, как и в предыдущих притчах. Но в 25-30 стихах мы видим старшего сына, который считает себя праведным, но также Он отвергает щедрость своего Отца. И Он такой мстительный и обидчивый. Некоторые говорят, что старший сын — это евреи, младший сын — это язычники. Но из контекста видно, что старший сын — это те люди, которые думают, что Бог что-то им должен. А младший сын — это все люди, которые осознают свои грехи, поэтому полностью доверяются на Божью милость, полагаются. И принимает Ишуа как свою единственную одежду — спастись. И в 15-м стихе видим, как Он пришел к свиньям. И такой вопрос — о, какой интересный еврейский мальчик, что он делает со свиньями. Ну, он уже не такой хороший. И, в принципе, по этой же причине не такой же еврейский. Поскольку оставил свой еврейского Отца и свой дом. И ушел в далекую страну, где были язычники. Потому у него не было никаких проблем с тем, чтобы пасти свиней. Он ассимилировался с культурой. Сначала Он жил беззаботно. А теперь только из-за необходимости Он исполняет это не самое приятное задание, не самую приятную работу. И давайте посмотрим на ту идею, что означает вообще прекратить быть евреем. Окей? Представь быть евреем. И слово еврей. И это перевод с еврита звучит как ехуда. И корневое слово «яда». Что означает «благодарить», «хвалить». И исповедовать при всех. И мы можем предположить, что быть евреем означает благодарить, благодарить Бога, хвалить Бога и исповедовать Бога. Его Слово, Его истину и Его любовь. Превселюдно и спокойно при всех. Тот, у кого близкие взаимоотношения с Богом. Римлян 2, 28, 29 тоже. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала, не от людей, но от Бога. И то, что Бог говорил израильтянам, исходит 3, 4, 7. Я сделаю вас своим народом и буду вашим Богом. То, чего хочет Бог, чтобы сердце наше было правильное, чтобы мы жили с Ним. И в 21 стихе мы видим, что Сын исповедует свои грехи. И отец видел его сердце, смотрел на его сердце, даже не ждал, пока тот завершит. Полностью принял его как своего Сына. Полностью, абсолютно. Иногда я в такой ситуации нахожусь, иду к Богу, исповедуюсь в чем-то. И даже прежде, чем я закончу исповедь, я ощущаю Божью любовь, которая на меня сходит. И это просто говорит о том, как Бог ожидает, чтобы мы пришли. Очень часто мы медлим. И еще подумаем 20 тысяч раз, прежде чем прийти к Нему. И однако, если мы подумаем хорошенько, то знаем, что все равно Бог уже знает. С одной стороны, Богу не надо наше исповедание. Но все равно нам это надо сделать. Он знает все, что вы сделали, всякую тайную мысль. О, нет. О, да. О, да. Он знает. Поэтому не пытайтесь прятать что-то от Бога. Просто придите. И затем старший сын. И он думает, я сделал это, я сделал это, сделал то. И он говорит, не приду я. Это, это, мы называем, срезать свой нос. И английском мы это называем, как бы, срезать свой нос. Он мог тоже присоединиться к празднику, торжеству и тоже радоваться. Но он решил там, где-то снаружи, постоять. И все равно, даже в этом мы видим Божью любовь. Он приходит и умоляет его. И говорит ему, входи внутрь. Не надо себя так вести. И притча ведет к тому, что ответит ли старшийся, Ваш Сын на просьбу Своего Отца. И тот же самый момент сохраняется в наши дни, что откликнутся, ответят ли люди, которые считают себя праведными или самоправедники, на Божий призыв к ним. И 2 Петра 3, 9 очень ясно об этом говорит. Что не его цель, не его желание, чтобы кто-то погиб, но чтобы каждый отвратился от своих грехов. Давайте перейдем к 16-й главе. Chapter 16. Luke 15. 16-го. You people make yourselves look righteous to others, but God knows your hearts. What people regard hardly is abomination before God. Verse? 15. 16-15. 16-15. Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо высоко у людей то умерзность перед Богом, что высоко у людей то умерзность перед Богом. 16-16. 17-19. 17-18. 18-19. 16-19. 17-19. 17-19. 18-20. всякий разводящийся женой своей и женящийся на другой прелюбодействует. И здесь мы дим небольшое объяснение. И некоторые комментаторы говорят, что это три стиха, они вообще как соединены вместе и контекст у них вообще разный. А я смотрю на эти стихи как ответ Ишуа фарисеям и на их реакцию в 14 стихе. Слышали это все фарисеи, которые были сребролюбивы и они смеялись над ним. Это их реакция на его учения, его притчи. И потому реакция ответа Ишуа соединена в историю из нескольких стихов. We need to understand that God knows our hearts. We've already mentioned this. You people make yourselves look righteous, but God knows your hearts. Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Yeah. In 1 Samuel 16, verse 7, еще 1 Samuel 16, verse 7, God said to Samuel when he was choosing one of the sons of Jesse. Когда избирал одного из сыновей Иесея. A man looks on the outward appearance, but Adonai looks at the heart. А человек смотрит на внешнее, на лице, а Бог смотрит на сердце. And in 1 Chronicles 28, verse 9, Adonai searches all hearts and understands all the imagination of the thoughts. И Adonai исследует все сердца и знает все помышления. These texts are just confirming to you what I just said. Это просто как стихи подтверждения того, что я сказал. But when it comes to verse 16, up until the time of Yohanan, the immerser there were the Torah and the prophets giving their prophetic and predictive witness to the coming of the kingdom of God. The verse does not mean that the authority of the Torah and the prophets came to an end when Yohanan appeared. И стих вовсе не означает, что власть Торы закончилась, когда пришел Иоанн. But it means, but since then, in addition to their witness, но с того времени вдобавок к свидетельству пророков, the good news of the kingdom of God, which is now near, has been proclaimed directly. Царство Божие благовествуется. Всякие усилия входят в него. First by Yohanan and now by Yeshua. And this should result in everybody pushing to get in. And this should result in everybody pushing to get in. Okay. Verse 22. We have the story, which I just quoted to. I буквально цитировал недавно. Once there was a rich man dressed in expensive clothing and spent his days in magnificent luxury. at his gate had been laid a beggar named El Azar. And лежал Лазар El Azar у его ворот нищий, у которого были раны на теле. And so the story continues. I hope we know it. That eventually they both die and the rich man goes to hell where he is tormented but the beggar died and was carried away by the angels to Avraham's side. Okay. It's Avraham's side. What does that mean? It's a rare phrase in early Jewish writings. but not unknown. But it's not unknown. The Talmud, whom Yeshua loved, reclined at his side at the last supper. And Talmud, которого любил Yeshua, сказал на последней вечере in John 13, 23 to 25. In John 13, 23 to 25. A Jewish work dating from around the time of Yeshua says Say it again. Yeah. A Jewish work dating from the time of Yeshua says this. Jewish work? Yeah. A Jewish writing. Ah. And in Jewish writings some book or some scroll after this suffering of ours, после этого нашего страдания Аврахам, Yitzhak and Yaakov will receive us and all our ancestors will praise him. Авраам, Yitzhak, Yaakov примут нас и все наши предки будут славить его. It's in the apophical book Four Maccabees. Это в апокрифической книге Маккавеев. Маккавеев, четвертая книга, четвертая глава. Четвертая глава. Thus being at Avraham's side suggests both being in GUN-I-DEN, Paradise, получается быть на стороне Авраама. Луни Авраама означает быть в саду, в Эдене, и находиться или участвовать в мессианском банкете. что описано в Матфея 8 главе 11 стихе, и также Откровения 19, 7-9. The deep rift that was separating them in verse 26, и глубокая пропасть, отделяющая их в 26 стихе, that no one could cross, пропасть, которую никто не может пересечь. Yeshua, like Daniel 12, 2, teaches distinct fates after death for the wicked and the righteous. Yeshua uchit absolutely противоположным sудьбам, которые достигают нечестивых и даются праведным. So once again we see that Yeshua is emphasizing this distinction between what will happen to one who is righteous and one who is not. И снова Иисус делает этот акцент на судьбе тех, которые поступают нечестиво и те, кто праведен. Okay. In verses 30-31 He said no father Abraham they need more. If someone from the dead goes to them they'll repent. Он же сказал нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаются. But he replied if they won't listen to Moshe and the prophets they won't be convinced even if someone rises from the dead. Тогда Авраам сказал ему если Моисе и пророков не слушают то если бы кто из мертвых воскрес не поверит. Okay. Now there's a lot of discussion of what is needed to reach people. И очень много дискуссий проходит по такому вопросу что необходимо чтобы достичь людей. And in fact Yeshua is teaching here that there is enough information here or there was enough information in the Tanakh that they really didn't need anything else. But God's grace was that he gave them even more. Которое он дал еще больше даже. Moshe that is the Torah and the prophets the phrase means the complete Tanakh. Moisei and the Proverbs означает включает себя полностью весь Tanakh. Yeshua says here it's sufficient to warn the people to trust God. Yeshua говорит достаточно этого для того чтобы предупредить людей и чтобы они доверяли Богу. Later on in chapter 24 Yeshua shows specifically how the Tanakh points to himself. покажет как Tanakh указывает на него самого. Okay we'll come to that when we get to chapter 24. In chapter 17 we have from verse 12 or on his way to Jerusalem in verse 11 Yeshua passed along the border country between Shomrom and the Galil. Verse 11 As he entered the village one of the villages ten men afflicted with Tat-Sarat met him and they stood at the distance. Okay we have the story of the ten lepers who were being killed. They stood at the distance because the Torah requires people with serious skin diseases to separate themselves from the rest of the people. This is a very interesting story. and I'll give you one way in which you can understand it. It's story and I'll give you one way in which you can understand it. All ten trusted Yeshua enough to obey his command. All ten trusted Yeshua enough to obey and he knew that examination by a priest was necessary after healing and they had not even yet been healed. And Yeshua знал, что проверка священникам необходима после исцеления, хотя они еще не были исцелены. As we already said, there were a number of in first century Jews there were a number of things a list which should develop of what the Messiah should be doing. And this is one of them. It's one of examples. All ten had enough trust in Yeshua to be healed but only one showed gratitude to Yeshua and praise God. This kind of trust not only healed him, but it saved him. this is the difference between the nine and the one. It's a difference between the nine and the one. They all trusted and were healed but only one was trusted, healed and safe. But only one was trusted, and saved. Okay? And he was the one from Shomrom, from Samaria. And he was the one from Shomrom, from Samaria. Okay? Yeshua uses this so sharply, I think, to indicate that we need to be careful of thinking of ourselves better than others. Okay, we move on to verse 21. Or verse 20 will begin. The Purushim asked Yeshua when the kingdom of God would come. And then Yeshua says this. The kingdom of God, he answered, does not come with visible signs. Nor will people be able to say, look, here it is or over there. because you see, the kingdom of God is among you. Because you see, the kingdom of God is among you. The expectation of the Pharisees and many other Jewish people in that time was that a physical kingdom would appear would appear. And that it would begin at a particular time. And that it would begin at a particular time. consisting in new modes of relationship among believers. And what is the meaning of this? That it is a new relationship, a new relationship between believers. Okay? He says, there is, this kingdom has to be in you. and it is a relationship. To his tarmid he explains on the subject of the kingdom and points towards the day when indeed there will be also a physical kingdom. He is referring here to the need for inner change. He then goes on to say a number of things. In verse 26 Also at the time of the Son of Man it will be just as at the time of Noah. What does he mean by that? He means that people will be lover of selves. And even if the kingdom is preached to them, they will not accept it. In verse 28 likewise, as it was at the time of Lot, people ate and drank, brought and sold, planted and built. We see that this compares very well to the time in which we live. and probably compares to many other periods in history, which were exactly the same. but when you see that God is bringing you freedom, the warning is not to look back, as Lot's wife did. So, the warning is coming to us like it was to the wife of Lot, to the wife of Lot. Семнадцатая глава. Семнадцатая глава. Семнадцатая глава. Я не похожа на остальных. Я честный человек, я не жадный. Конечно же, я не как тот, который там стоит. И затем он еще другие вещи говорит. И это абсолютная самоправедность. Но об этом нам следует знать. Особенно если вы с Господом много лет, как я. Уже где-то более сорока лет. То у вас иногда возникнет такая идея. Все я уже знаю. Мне ничего больше не надо. Поэтому я себе всегда напоминаю. Что мне всегда надо учиться. И я все учусь. Потому что если бы у меня было какое-то другое отношение, то я бы очень легко превратился в этого фарисея. Это не очень далеко отстоит. И иногда те, кто отвергает Евангелие, говорят, что евангелисты слишком считают себя святыми. Насколько постоянно говорят, ты делаешь то или ты делаешь это, нужно покаяться в том, в этом. И такое впечатление создают о себе, что они уже дошли до того места. Достигли этого уровня. Я думаю, что даже некоторые из них так думают о их обосмышлении. Так что больше уже это к ним не касается, никак не трогает. И они в большой опасности. Можно сказать, отношения святее, чем ты. Интересно заметить. Интересно, как Исайя первый использовал эту фразу. И он говорил о Израиле, который бунтовал против Бога. Исайя 65, 5. Они говорят. Станься, не подходи ко мне, потому что я святее, чем ты. Исайя 65. Который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. А не дым для обоняния моего огонь, горящий всякий день. И я не заметил, какая интересна вторая часть этого стиха. Они говорят, держите дистанцию, не приходите ко мне, потому что я святее, чем ты. Они дым для моего носа и огонь, который постоянно горит. Что происходит, когда начинаете вдыхать дым в носа? Вы обычно начинаете кашлять, чихать. Поэтому очень интересное описание таких людей. Это что-то, что раздражает. Этого нужно избегать. Религиозная гордость. Пятнадцатый стих. Переносили к нему младенца, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Переносили к нему детей. И Иисус возлагал на них руки и благословлял их. Возможно, мы точно не знаем, как Иисус благословлял детей. Но часть эры в шаббат, когда праздничный ужин, то Отец благословляет детей. Мы не знаем, была ли такая традиция в те времена. Но сейчас существует она. И да сделала тебя Бог, как Ефрема и Иосифа. И для дочерей благословение да сделала тебя, как Сару, Ривку, Лию и Рахиль. И если вы хотите, что это были такие, что это за женщины, то можете прочесть об этом. Интересно знать, чем же вас благословляют. Также вероятно использовалось аароновое благословение. И хорошая мысль здесь, хорошее напоминание, что благословение — это все еще наше задание. Или наша привлегия, которая принадлежит нам. Восемнадцатый, девятнадцатый стихи Спросил его некто из начальствующих, «Учитель блага, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Ешуа спрашивает, «Что ты меня благим называешь? Никто не благ, как только Бог». И как говорят другие, что, как Ешуа сказал, «Только один Бог благ». Но здесь этого не имелось в виду. Это более чем вопрос для мужчины, чтобы рассчитывать, кто Ешуа действительно является. В принципе, это был намек для того человека, чтобы он задумался, кто такой Ешуа. Затем он перечисляет заповеди для него. Шестой, по девятую и пятую заповедь. Шесть заповедей. Как исход двадцатой главы. Это то, как обычно евреи перечисляют эти заповеди. А для язычников есть небольшая разница. Это для евреев? Для евреев первая заповедь — это «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из дома рабства». Поскольку это не заповедь, но, скорее всего, правослушение, то в христианском исчислении заповеди ее не учитывают. Но фраза на евреите к десяти заповедям звучит как «Асерет ха-диброт». Асерет ха-диброт, или десять высказываний. Десять слов. Первое высказывание. Это основание для последующих девяти. В принципе, как и для всех остальных митсвот. И благодаря тому, кем является Бог. Я Адонай. И из-за того, что Он постоянно принимает участие в жизни Своих людей, Он заботится об их благосостоянии, и так, что народ должен слушаться Его надежде, с надеждой, верой и любовью. Ишуа также начинает свое цитирование Тора или заповедей. С той заповеди, которая очевидным образом указывает на абсолютное послушание Богу. И использует именно эти заповеди как пример. Потому что именно эти заповеди говорят о взаимоотношениях с людьми. Это и есть наше взаимоотношение с Богом. И наше взаимоотношение с Богом влияет на наше взаимоотношение с людьми. И затем он говорит ему, сколько тот ответил, я все это сохранил от юности. Ишуа с ним не спорит. Ишуа, в принципе, знал, правда это или нет. Но по крайней мере тот человек думал, что он правду говорит. Но не знаем, так ли это было или не так. И на самом деле он сохранил, соблюдал все здесь заповеди, все заповеди. Ишуа говорит, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Будешь иметь сокровища на небесах и приходи, следуй за Мной. Поскольку человек заявляет, что с ним все в порядке, и Ишуа знает его сердце, он дает ему еще один шанс, еще один вызов. Он говорит ему, ну хорошо, тогда это сделай еще. И продай все, что есть у тебя. Девятнадцатый стих. Сейчас мы сделаем перерыв, а потом к девятнадцатой глэе перейдем. Субтитры создавал DimaTorzok So we'll take a little break now.